В некоторых магазинах Чуваши опустили полки с крупами, сахаром и туалетной бумагой. Ажиотажный спрос обусловлен коронавирусом. Запасаться товарами – это, конечно, право каждого, но в этом нет никакой необходимости, уверяют представители торговых сетей. Продукты в магазины завозят, соответственно, возникающие потребности. Тему продолжит Татьяна Трофимова. Отсутствие гречки на полках некоторых магазинов только от того, что торговые сети не ожидали такого наплыва покупателей и дополнительные заказы делали только постфактум. Но действительно, крупы и дешевые макароны подвымылись. Мы не рассчитывали на такой спрос. И в системе размещены повышенные заявки на эти товары. Под ноль стал вымываться сахар. Мы разместили повышенные заказы, и уже сейчас сахар в магазинах в избытках. При этом цена на сахар не поменялась. Аналогично круп и дешевых макарон. То есть если на этой неделе товар подвымылся, это означает, что на следующий, максимум через две недели, товар в магазинах будет с избытком. Но делать запасы на всякий случай побежали не все. Я не буду ничем закупаться, потому что я считаю, что это просто паника. Я думаю, что товар на полках будет присутствовать независимо от коронавируса, потому что в данное время, я думаю, у нас столько сейчас поставщиков, что проблем с продуктами однозначно не должно быть. Муки одна пачка, ну, макарон две пачки, гречки две пачки. Все. Нет, заранее закупаются. Все в порядке с ассортиментом и в магазинах районов Чувашии. Сотни торговых точек Чувашпотребсоюза постоянно пополняются крупами, мукой и другими товарами первой необходимости. В торговой сети Чувашпотребсоюза у нас всегда имелся месячный товарный запас. Кроме того, система Чувашпотребсоюза имеет свой оптово-логистический центр, Чебоксарская универсальная база, где также всегда имеется постоянное наличие продовольственной группы товаров. И на сегодняшний день универсальная база полностью готова работать в режиме повышенного спроса. С поставщиками уже увеличены объемы партии завозов, дополнительно налажена работа по дополнительному завозу при первой необходимости. Специалисты Минэкономразвития Чувашии рекомендуют не поддаваться панике. Товары первой необходимости с полок не исчезнут, на складах запасов достаточно. Меры, которые предпринимались, это активное взаимодействие с самими федеральными сетями, местными сетями, оптовыми организациями, позволили сдержать рост цен. Во-первых, на данный момент таких фактов, чтобы значительно повысились цены на какие-либо товары, нет. Данному фактору повлияло также, что у нас в федеральной торговой сети на уровне Минпромторга России на совещании обещали, что цены повышать не будут. И сдержали, пока сдерживают свое слово. Плюс, хотелось бы отметить, что на нашем, на местном уровне в субъектах проводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Сюда подключены органы местного самоуправления и специалистами экономразвития Чувашии ежедневно выходят в магазины, мониторят цены. Об отсутствии продуктов в вашем населенном пункте или росте цен на них можно сообщить ВКонтакте в сообществе Чувашия без паники. Информацию ежедневно проверяют члены оперативного штаба и принимают меры. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.